День с толком Президент зачитал послание, федеральное правительство подало в отставку. Что об этом думают алтайские эксперты и рядовые жители? Поиски двух подростков, пропавших в Новоалтайске, продолжаются, хотя есть неофициальная информация о подозреваемом в их убийстве. Биатлонист из Алтайского края по итогам зимней юношеской олимпиады взял серебро в командном зачете. Сначала к главной теме, сегодня самой обсуждаемой. Убрали раздражающий фактор. Так, отставку правительства страны прокомментировала барнольский политолог Ярослава Шашкова. Сейчас это одно из популярных мнений о добровольном уходе главного исполнительного органа России. Заявление об отставке последовало сразу же за озвученным президентом очередным посланием Федеральному собранию. Шашкова подчеркнула, официальная версия отставки никто так и не озвучил. Во многом, вот эта отставка правительства как раз укладывается в логику послания в том плане, что если учитывать, что не решены многие социальные проблемы, кризис доверия, да, то правительство в этом сыграло немалую роль. И поэтому в этом случае как раз вот отставка правительства – это один из шагов попытки повышения доверия к населению, к власти. Вопрос в том, не в самом отставке правительства или последствиях, а именно в формате нового правительства. То есть каким образом оно будет сформировано, из кого оно будет сформировано, на каких принципах оно будет сформировано. А пока кабинет министров будет исполнять обязанности. Напомним, премьер Дмитрий Медведев через несколько часов после послания президента подал в отставку. Послание, с которым выступил Владимир Путин – одно из самых важных политических мероприятий. В этом году к нему было приковано немало внимания и ожидания оправдались. Большая часть того, о чем говорил президент, была посвящена социальной сфере. Эти вопросы давно обсуждались, так говорят участники мероприятия. Эти, скажем, пока что, как правило, проекты, инициатив предварительно точно так же обсчитываются. И нам тоже на региональном уровне понятно, например, сколько потребуется денег для того, чтобы всех детей, которые сегодня ходят в начальную школу, обеспечить горячим питанием. Да, вот у нас, например, 120 тысяч человек в крае сегодня – это ребятишки с 1 по 4 класс. И для того, чтобы их всех обеспечить в течение учебного года горячим питанием, потребуется, например, 700 миллионов рублей. Теперь материнский капитал будет выдаваться не за второго ребенка, а за рождение первого ребенка. А за второго, рождение второго ребенка материнский капитал будет существенно повышен до 617 тысяч рублей. Также правильные инициативы прозвучали по поводу условий получения ипотеки с семьями с детьми. И особое внимание тем семьям, у которых 3 и более ребенка, они получат на покупку жилья более миллиона рублей. Послания внимательно слушали и в Барнауле. Здесь впервые организовали большую площадку для краевых и городских депутатов, политологов, общественников, где каждый желающий мог прокомментировать выступление президента. Остались ли довольны новыми наказами на Алтае, расскажем в вечернем выпуске. Отставку правительства активно обсуждают политики и эксперты. А что по этому поводу думают рядовые жители краевой столицы, узнаем прямо сейчас. Вы слышали, что правительство во главе с Медведевым в отставку ушли вчера? Нет, не слышала. А как относитесь к этому? Вот теперь узнали. Никак, абсолютно. Конечно. Как относитесь к этому? Честно говоря, это уже много раз подрекали. С неожиданностью, конечно, с одной стороны, все этого долго ждали, но вот пришло и никто не ожидал, как всегда. Ну и пока непонятно, что за новый человек пришел из налоговиков, ну, будущее покажется. А как думаете, будут какие-то изменения теперь? Понятия. Я как-то даже не вникаю, если честно. Я думаю, что все будет по-прежнему. Я думаю, все, что наш президент предлагает, ну, это все направлено на улучшение, наверное, нашей жизни, каких-то условий. Я думаю, что будет, наверное, лучше что-то. Мы привыкли к правительству, поменялось, неизвестно, как, что у нас сейчас будет в стране, в мире. Вот так. Я вообще не знаю, что я не русский. К другим темам. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве двух подростков из Новоалтайска. Правда, информация, как сообщает информационный портал Толк, пока неофициальная. Мужчина, предположительно, покончил с собой перед допросом. В причастности этого человека к пропаже подростков, уверена также мать пропавшей девушки. По ее словам, ночь перед происшествием 18-летняя Оксана Руденко и 15-летний Дмитрий Думчев провели именно у этого мужчины. Но, уверяет, его похоронили 14 января. Правоохранители не комментируют эту информацию и продолжают поиски. Ходят по домам, обследуют территорию, трассы. Работу осложняет снег. В розыскных мероприятиях участвуют 60 сотрудников. Возбуждено дело по статье «Убийство двух лиц». Подростки не выходят на связь уже восьмой день. Если вам что-нибудь известно об их местонахождении, просим сообщить по телефону 102. Жителям нескольких домов по улице энтузиастов вернули воду. Как сообщают в администрации Барнаула, аварию на водопроводе диаметром 400 мм, которая произошла накануне, устранили примерно в полночь. Помимо четырех многоквартирных домов, отключали от водоснабжения и спорткомплекс, и четыре административных здания. Отключение также коснулось и бойлера. Именно по этой причине в некоторых домах не было горячей воды. Насколько доступна та самая доступная среда для инвалидов зимой? В социальных сетях разместили фото, на которых видно, что оснащенные тактильной плиткой переходы Барнаула завалены снегом или, как здесь, своеобразно очищены. Так легко ли передвигаться зимой по городу людям с ограниченными возможностями зрения? Мы решили проверить вместе с оператором Алексеем Фризиным и представителями Краевой организации Всероссийского общества слепых. Ой, где тут ступеньки? Должны быть ступеньки здесь. А вот здесь вот, да, всегда ступенечки есть. Ступенек нет, дороги нет. Надежда Ихрева преодолевает этот путь, как в первый раз, хотя летом ходит по этому тротуару. Он ведется, например, к библиотеке для незрячих. Но при расчистке улиц это, кажется, не учитывают. Для нас это всего лишь ступенька, для людей с ограниченными возможностями зрения настоящая проблема. Хотя расчистили вроде бы для них. Вот лежит тактильная плитка, которая обозначает пешеходный переход. Хотя, как они сами говорят, если чистить так, то лучше вообще не чистить. Лучше вообще их не очищать, чтобы не было этой ступеньки. Ступенька, это для нас непредвиденное. Если еще с тростью там ее учувствуешь, то есть это реально упасть. Так чистят в центре. Но вернемся к библиотеке для незрячих. К ней ведет вот такой пешеходный через Челюскинзов. Здесь и соответствующий знак, и светофор специальный. И все равно приходится двигаться осторожно. Перейти улицу сложно даже летом. А зимой... Ой, подождите, подождите. Нет, нет, не поднимайте, пожалуйста. Вот поэтому Надежда дорогу обычно сама не переходит. Помогают люди и с каждым годом все больше. Только иногда незрячих обходят стороной. Слышу, кто-то идет. И я говорю, помогите, пожалуйста. От меня как отскочили. Ой, не трогайте меня. Ну, ничего. Думаю, ладно, других подождала. А так, в основном, нет, помогают, конечно. А вот мешают неубранные тротуары или убранные неправильно? Совсем незрячие, допустим, с тростью идет, дорожки знают. Те дорожки завалены. Получается, что приходится либо перебираться на четвереньках. Это нам уже знакомо. Либо съезжать там как-то где-то. Остановка завалена. То надо обязательно позвонить. Почему-то это какой-то регулярности нет. Ну, ты должна знать, что там постоянно должны чистить. У людей с ограниченными возможностями зрения проблем и так много. А эта зима с аномальными метелями их прибавила. Хотя, как говорит Светлана Борисова, зима ни при чем. И на ее памяти уже лет 10 дорожные службы работают одинаково. Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком. Следственный комитет начал проверку по факту неправомерного выселения из квартиры 80-летней бейчанки. По словам самой пенсионерки, родственники вынудили переписать на них жилплощадь, а после выгнали ее из дома. Женщине приходится жить в подъезде. В ходе доследственной проверки правоохранители выяснят все детали случившегося, а после примут решение, будет ли заведено уголовное дело. В Барнауле продолжают принимать новогодние ели от горожан. Массовый сбор деревьев пройдет 18 января. С 11 утра до часа дня отслужившие свое ели можно будет сдать на площади Октября, у торговых центров Гулливер, огни на площади Народной, а также на Балтийска 53 и на пересечении улиц Взлетная и Ускова. Сейчас работает более 40 пунктов приема елок. Последний день 20 января акции «Елки-палки-пять бизонов» проходят в краевой столице третий год подряд. Ее инициаторы решили избавить город от посленовогоднего хвойного мусора. Один из главных пунктов приема – Барнаульский зоопарк. Здесь хвойные деревья принимают на витаминную подкормку. Охотно принимают деревья и конюшни. Другая часть елей идет на переработку. Из них сделают плиты МДФ. Организаторы просят горожан приносить отслужившие свои елки без новогодней мишуры и игрушек. Приятная новость из мира спорта. Российская сборная биатлонистов, в состав которой входит наш земляк Олег Домичек, завоевала серебро на зимней юношеской олимпиаде. Соревнования проходили в Швейцарии и Франции. Мы следили за стартами. Они были очень волнительными. После первого удачного выступления в индивидуальной гонке, напомню, бийский спортсмен стал лидером. Однако в спринте он не попал даже в первую десятку. А в командной смешанной эстафете российской сборной удалось взять серебро, уступив спортсменам из Италии, но опередив биатлонистов Франции. В целом же участие наших ребят на Олимпиаде можно смело назвать удачным. Алена Мохова из Красноярска и Олег Домичек из Бийского района своими победами завоевали право выступать на первенстве мира в составе юношеской команды. Первые старты 26 января в Швейцарии. А на этом у меня все через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания Валар. До встречи.